Выше головы не прыгнешь, это известная поговорка, никак не относится к поклонникам бокинга. Это разновидность экстремального спорта, в котором используются специальные пружинищие ходули, джамперы. Одна из питерских команд экстремалов Jump Energy готовится сейчас к предстоящему чемпионату России по бокингу. От экстремальных шоу, захватывая дух, на одной из таких тренировок побывала наш корреспондент Яна Кордиенко. Из сотни медалей по бокингу самая дорогая для Владимира из Москвы. Тогда на турнире по прыжкам в высоту он был вторым, а по правилам, находясь в призовых местах, можно бросить вызов чемпиону. И тогда лучше именно в этом сражении становится абсолютным победителем, а проигравший вылетает из соревнования. Владимир рискнул. У меня была одна попытка, я собрался и сделал это. Я прыгнул выше чемпионской, а чемпион не смог ее взять. Поэтому я стал первым, но мог потерять все. Владимир 6 лет занимается бокингом. За это время он уже успел стать мировым рекордсменом по прыжкам в высоту. Сейчас вместе со своей командой Jump Energy он готовится к чемпионату России. Пушкинский сквер, романтика, солнце и площадка для бокинга. Бокинг экстремальный и относительно новый вид спорта. Он пришел в Россию в 2004 году. Основатель его австрийц Александр Бок. Отсюда и название. Бокинг. Единицы остаются в этом спорте профессионально, потому что после серьезных падений очень многие отказываются. Начинает заниматься много людей. Все хотят, все пробуют. Но буквально одно какое-нибудь серьезное падение, надрыв, перелом, трещина и многие люди сходят с пути. Передние и задние сальто, полувинты, каскады. Помимо многочисленных конкурсов, команда из Петербурга участвует в экстремальных шоу и представлениях. Для этих ребят бокинг не просто спорт, образ жизни. Сидел что-то в парке с друзьями, иду, смотрю, идет человек на таких шагающих ходулях непонятных. Просто, боже мой, что это такое? В общем, все случайно, но, честно, я счастлив. Папа предложил, хочешь попробовать? Я сказал, да, хочу. Все думали, так же будет. Похожу два дня и все. В итоге вот, два года уже, как прыгаю. Чемпион России двукратно. Бокинг доступен каждому. Хоть и начинать надо занятия на мягких покрытиях, я решила все же рискнуть и довериться профессионалам. Первые шаги даются с большим трудом. Непривычно ощущать себя выше на полметра. Кстати, джамперы, или, как их еще и называют, ходули, были придуманы по подобию строения коленей кенгуру. Достаточно тяжело. Мне кажется, они весят килограмм сто. Ребята сказали, что бокинг у девушек получается лучше. Они более гибкие и прыгучие. Но им, как и мужчинам, нужно постоянно тренироваться и совершенствовать все физические качества. Особенно выносливость. Ведь стоять на месте нельзя. Сразу теряешь равновесие. Ну и спустя пять минут прыжков без остановки, я таки преодолела свое первое препятствие. Картонную коробку. Нагрузочка, как в тренажерном зале. Не плохо. Сейчас команда увлечена одной целью и общей мечтой. Чемпионат России по бокингу пройдет в Саратове. Ожидается команда из Москвы, Самары, Курска и других уголков России. 20 и 21 августа бокеры сразятся в командном и одиночном фристайле, а также многоборье. Яна Грузиенко, Андрей Мельников, Life78.